Итак, у нас урок второй, посвященный программе MuseCore. Сегодня мы посмотрим, как сохранить файл. Прошлый урок мы закончили на том, что мы создали вот такой файл «Прелюдия композитора Сергеева» в размере 6 восьмых тональности ре мажор. Теперь нам нужно дать имя этому файлу, сохранить его. Заходим в меню «Файл», нажимаем «Сохранить как». И вот здесь нужно понять основное правило. Совершенно необходимо сохранять конкретную папку, иначе в какой-то момент вы файлы свои потеряете. Не нужно даже вот примерно там, ну, я вот сейчас сюда положу, а потом я перенесу, и я запомню, что я сюда положила. Нет, на самом деле такой способ на практике дает иногда очень печальные результаты. Давайте создадим папку, в которую мы будем сохранять все. Файл «Сохранить как». И, например, на диске «Е» создадим папку с определенным названием. Открываем диск «Е». Новая папка. Например, для студентов, для моих, которые изучают основы композиции, я предлагаю так и назвать папку «Основы композиции». И все файлы будем сюда сохранять. Итак, у нас «Прелюдия Сергеев». Сохранили. Первоначально мы пользуемся опцией «Сохранить как». После того, как имя уже дано, и мы будем делать какие-то изменения в произведении, мы будем уже использовать просто кнопку «Сохранить». Давайте, к примеру, поставим одну ноту. Обратите внимание, у нас сразу вот здесь появилась звездочка около названия. Эта звездочка говорит о том, что есть изменения, которые не сохранены. И когда мы возьмем меню «Файл», «Сохранить», у нас эта звездочка исчезнет. Сделали одно еще изменение, малейшее, да, и у нас снова вот эта звездочка появляется. Помимо вот этой вот функции «Сохранить», мы можем воспользоваться горячими клавишами. Здесь в этой программе они стандартные, «Ctrl-S». Мы нажимаем, удерживаем «Ctrl», нажимаем клавишу «S», и наше изменение сохраняется. Ну и также я предлагаю вам зайти в «Настройки», «Меню редактировать». Внизу строчка «Настройки», «Откроем». И вот здесь в вкладке «Общие» я предлагаю вам настроить вот этот параметр – «Партитуры» и «Выбор папки», чтобы у вас выбор папки, которую вы создали, уже был автоматический. Вот стоит другая папка. Нам нужно выбрать с вами ту папку, которую мы создали, то есть диск Е – «Основы композиции». Но это я выбираю здесь папку «Основы композиции», а вам нужно выбрать ту папку, которую вы создали для своих партитур. Если вы еще не создали специальную папку, сделайте это прямо сейчас. Вы можете назвать ее так, как хотите, например, «Партитуры MuseCore». И выберите любое расположение папки на диске, удобном для вас. Я здесь сейчас буду указывать папку «Основы композиции». Мы нажимаем сюда, выбираем диск Е и находим папку «Основы композиции». Вот «Основы композиции», загружаем ее. Все, нажимаем «Выбор папки». Вот у нас здесь получилось «Основы композиции». Нажимаем «Ок» и у нас теперь, даже если мы забудем выбрать папку, у нас все равно будет все складываться в эту папочку «Основы композиции». Но я советую вам все равно держать выбор папки «Сохранение» на контроле и не сохранять, куда попало. Мы видим, что у нас здесь стоит звездочка, значит, изменения у нас не сохранены. Нажимаем «Сохранить». Все, теперь все изменения у нас сохранены. Продолжение следует...